Здравствуйте, с вами Цердум. Сейчас я расскажу вам, как выбрать для вашего будущего нового компьютера блок питания. Ссылки на другие комплектующие есть в описании. Итак, выбор блока питания без лишней мороки состоит всего из двух этапов. На первом этапе, например в Яндексе, по запросу «Калькулятор мощности блока питания» находите в интернете онлайн-калькуляторы для вычисления мощности блока питания персонального компьютера. Выбираете самый понятный для вас, но такой, который даст вам возможность выбрать в нем при вводе ваших данных все выбранные вами ранее комплектующие для вашего персонального компьютера. Еще, если вы планируете разгонять ваш процессор, в калькуляторе должна быть возможность указания планируемой вами частоты разгона, потому что это также добавит нагрузку на ваш блок питания. Например, мне с учетом небольшого разгона и в перспективе установки второй видеокарты понадобится блок минимум на 1000 Вт. Лучше бы на 1250 Вт, но с учетом того, что про вторую видеокарту может оказаться, что называется «Но это не точно», я решил еще больше не переплачивать, в надежде, что очень качественный блок питания на 1000 Вт, в случае чего все-таки справится. Вам же я советую не рисковать и взять блок питания с запасом в 20-30%, полученным в калькуляторе значения. Для хорошего среднего компьютера его примерная мощность будет лежать в диапазоне 600-800 Вт. На втором этапе просто делаете выборку в интернет-магазинах всех блоков необходимой вам мощности и выбираете из них устраивающие вас по цене. Затем, чтобы не ошибиться в выборе, смотрите на них обзоры в интернете, читаете отзывы. Я для себя в итоге выбрал вот такой блок питания – Corsair HX1000i, сертификат 80 Plus Platinum. На этом все. В следующем видео я расскажу вам беззомные детали, как выбрать корпус для выбранных вами ранее комплектующих. Благодарю за просмотр. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok